Привет, друзья, с вами я, Триан. Сегодня будет видео про, наверное, скажем, мою теорию касательно всего криптосферы. Создание слои и их назначение. Я делился этим с моими близкими людьми и очень коротко ставил, говорил об этом в закрытой группе. Но это видео будет полномасштабное объяснение, как я вижу происходящее. У нас бывают времена, когда мы работаем с людьми, которые после работы с ними, у нас что-то остается. Мы что-то берем от этих людей. И такие люди не много. У любого из нас можно на пальцах посчитать, сколько таких людей мы в своей жизни видели. Одним из таких людей был Давид. К сожалению, не помню его фамилию. Основатель WD Holding. Я с ним работал два года или где-то так. Мне нравилось в этом человеке две вещи. Первое, что не было понимания, не будет. То, что мы делаем, оно не может не работать. Мы не можем остановиться. Я на студии тоже такой, поэтому это давало мне вообще турбо для работы. Второе, его видение. Он был довольно, у него совсем другая жизнь была и опыт, который у него был. Я вообще люблю слушать людей, у которых опыт. И когда человек достигает того, что у него холдинг, по всей вероятности, у него есть чему научиться. Работая с ним два года, много было времени научиться видению, которое он имел. И применение вот этого видения. Мне нравилось его видение слои. Он разделял на слои вход в рынок. И сначала, если мне... Сколько мне было тогда? Двадцать? Немного. Двадцать плюс. Немного. Я хотел поскорее войти в рынок. Он тоже поддерживал это. Но как только я говорил, что мы готовы, он тормозил. И вот это иногда меня внутри. Почему? Что происходит? Некоторое время спустя я начал понимать, что происходит. До того и на момент входа в рынок, ты должен четко понимать, сколько слоев у тебя в руке. Сколько кругов. Скажем, у тебя три-четыре круга в проекте. Каждый круг имеет свою аудиторию, каждый функционал имеет свою аудиторию, свою маркетинговую оболочку, которая должна создать этот круг. Люди, которые работают в этой компании, они должны обеспечить работоспособность вот этого масштаба. Конкуренты будут видеть этот масштаб. Это прозрачно. Ты уже в рынке открылся. Ты заранее должен иметь несколько кругов с четким планом входа в рынок. И когда я что-то менял в проекте, потом радостно говорил, что вот это тоже мы добавили. Можем открыться с этим еще. Вот эта часть, этот модуль тоже добавили. Можно и такое делать. Он радовался и говорил, отлично. И после этого я видел, как мы тормозим снова. Опять не открываемся. Так вот, для того, чтобы открыться в масштабе, мы говорим про масштабный проект. Тебе нужно не только, чтобы твой продукт работал хорошо, отличные функции, лучше, чем у конкурентов. Новые, нововведения. И ты еще и должен подумать, что все это ты уже показываешь, а что ты еще не показываешь. Конкуренция поймет, что вот это все, что ты создал, ты в этом направлении. Вот они будут работать над этим. Ты это будешь внедять, они поймут и они будут работать на второй круг. И ты окажешься до того, как ты все это в рынке будешь внедрять, поскольку у них уже есть база. И если они посинхронно будут понимать, что ты делаешь, а дело риска твоей компании, конкурентоспособности, их дело понять далее, какие функции у кого будут. И вот весь этот опыт мне очень сначала бесил, потому что я не понимал. Далее я начал понимать, насколько это сильный. Насколько ты планируешь пошаговая работа всей твоей организации. Потому что одно дело внедрить несколько тысяч долларов, другое дело для... Получится, получится, нет, нет. Другое дело, когда у тебя планы очень большие и на это твой... Все у тебя есть, у этого человека все было, чтобы обеспечить вот этот рост этих планов на таком уровне. В международном уровне, скажем так. И вот, касательно криптовалюты, когда я про себя думал, это было в восемнадцатом году. Я в одном из своих видео хотел об этом говорить, но очень коротко закрыл тему. Потому что лучше говорить о том, что при вопросах можешь ответить. Итак, если мы посмотрим на рынок со стороны... Весь рынок криптовалюты со стороны инноваций, которые нужно какой-то компании внедрить. Все, весь криптовалюта, все, что у нас есть, вот все это должно внедрить и ты в этой компании, которая будет это внедрить. И его рынок это мир. Такие компании есть, которые на этом масштабе планируют будущее наше. Их масштабы это позволяют им делать. Что бы ты сделал? Когда я вспоминаю Давида, я сразу разделяю на три категории, три слоя. Слой для входа в рынок, где каждый слой будет иметь четкую цель и в итоге очень красиво дойду до конечной цели. Для входа в рынок, первое, нужно инструмент, который принесет прибыль даже дураку. Нажал кнопочку, и у тебя что-то там генерируется, и этот человек, даже дурак, зарабатывает деньги. Тут обязательно хочу сказать следующее. Умный человек не рассказывает всем, как он зарабатывает деньги. Кстати, быть открытым и дебилом это разные вещи. Получит это массовый... Все услышат об этом, что есть вот такое нововведение, которое вставишь, и оно просто работает. Твой компьютер в данном случае работает. И ты зарабатываешь деньги. Сколько человек об этом узнают? Какие люди будут этим заниматься? Бедные всегда ищут способ без трудностей заработать. Хитрые тоже. Хитрых мало, бедных много. Поэтому единственный вариант, что много бедных людей будут этим заниматься. Второе. Неважно бедный, не бедный. Если честно, я не встречал богатого техноля. Лично я не встречал. В основном будут этим заниматься компьютерщики. Старое слово, компьютерщики. Янг. Молодые люди. Будут заниматься этим молодые люди. Они будут... Большинство будут тратить свою награду, которую они легко вот так зарабатывают. И будут показывать, что у них есть средства. Что привлечет еще больше людей, которые будут заниматься этим. Майнингом. Биткоином. То есть первый продукт это уловка с очень четкой description. Как оно должно работать. Какой рынок должен создать. Оно должно быть очень легко в использовании. Максимально дать возможность зарабатывать прибыль легким способом. Чтобы максимально об этом говорили. Еще больше и больше людей стали слышать знакомое слово. Биткоин, криптовалюта. То есть первый слой будет инструмент, который приносит легко деньги. Про такой инструмент очень сразу распространится информация, что есть такой инструмент. Что это? Это криптовалюта. Что это? Базовая. Мы говорим про создание всего рынка. Второе, что тебе нужно. Это вовлечь в этот рынок умных студентов. Потому что все онлайн и не онлайн. Мы сейчас говорим просто про софтвер и интернет. Поэтому возьмем в цифровом мире все лучшие серверы, созданные людьми во время их студенческого возраста. Для того, чтобы вовлечь эти умы, ты должен дать им инструмент, на который можно что-то разрабатывать. Тут очень важно. Не путаем инструменты. Мы не даем что-то разрабатывать на первом слое, на биткоине. До сих пор на биткоине что-то будешь разрабатывать. Ничего. Потому что есть цель для этого. Это не инструмент, на который будут строиться какие-то финансовые или же смарт-контрактные сервисы. Нет. Это не продукт для этого. Это продукт, чтобы создать узнаваемость слова криптовалюта. И это выгодно, прибыльно. И легко. Криптовалюта легко, прибыльно. Питкоин должен делать это. Второе. Что любят студенты в научных секторах? Они любят, когда что-то могут сделать лучше, быстрее. На это что-то поставить, другое как лего собрать. Тебе надо думать о сотне новых идей, которые эта сфера может принести. В целом не надо. Создай платформу, продукт, на который можно разрабатывать. И для этого студенты все это сделают. Тебе лишь нужно финансировать это, поддерживать это. Эфириум Алиас. 300 корпораций. Бюджет. Супер. По всему миру. С ранних лет. Эфириум Алиаса. Кмюнти. Для того, чтобы разработчики собрались, работали. Отели, еда, огромные площадки. Поддержка техникой. Второй инструмент. Собрать идеи. Дать возможность входа умным. Разработчикам, точнее. И все эти идеи реализовывать на инструменте, который имеет много мест для того, чтобы он сам стал хорошим инструментом. По сравнению, можете представить так. Операционная система. Первый Windows 95, например. Сколько было в нем мест доработки. И тот Windows, который сейчас, например. Танцевали. Когда я смотрел, как Виталик с друзьями танцевали. Тан-тан. Вадим Вадим, как Microsoft. Было в Microsoft. Вилл Гейтс с друзьями. И то, что Microsoft один из топ партнеров в эфириум Алиас. Я всегда говорил, что эфириум, его дорога как Microsoft. У нас есть ужасный продукт. Но это не важно. Важно то, что у нас есть рынок. Когда мне спрашивали, откуда ты все это придумываешь. Я говорю, не придумываю. Когда есть эфириум Алиас. 300 самых больших корпораций. Которые согласны внедрить эфириум. Помочь в разработке. 300 самых больших корпораций. Только их юзер бейс. Это тебе самый большой рынок, который ты вообще представляешь себе. Поэтому у них есть рынок. Создаете эфир. Внедряется. Разработчики начинают. Разработчики начинают. ICO. Токены. DAO. TEFI. NFT. Ты просто смотришь, как появляется идея. Создается. Работает или не работает. Все идеи. Ты смотришь на все идеи, которые создаются. Это второй слой. Второй инструмент. Но для того, чтобы ты вошел в рынок. Изначально у тебя должны быть три инструмента. Все это прирастает. Каждая новая программа. Новый какой-то функционал. На втором инструменте. Инструменте. Берет еще какое-то количество юзеров. Им это нужно. Они хотят этим пользоваться. Да и все хотят вот эти. NFT заинтересовало артистов. То другое. Royalty для чего-то другого. То есть ты составляешь базовый конструктор для всех отраслей. Абсолютно всех. И третий инструмент. Тут я знаю, что всегда на этот момент меня ждет далее теория заговора. Но для меня теория заговора не теория заговора. Если оно имеет свое место в логичной цепочке быть. В таком случае оно не теория заговора. Если мы как WD Holding входили в рынок. Учитывая у нас будут инструменты и слои. На каждый слой заранее будем готовы. И на второй, на третий. Вот тогда и будем делать. Так вот третий инструмент должен быть тем инструментом, который из себя должен представлять оболочку. Оно не для разработчиков. Оно не для того, чтобы на нем быстро зарабатывать. Или майнинг, или пост. Оно не интересно никому в этом кругу. Но вот эта оболочка интересна тем, кто хочет контролировать рынок. Если бы не будет этого третьего инструмента, который должен быть как оболочка. В таком случае у тебя будет рынок, который будет расти на сотни сторон. И поскольку мы говорим про цифровые технологии. Ты должен все это контролировать, чтобы все эти даты контролировать. Единственное, что нужно контролировать, это даты. Есть выражение, да? Завтрашняя нефть это дата. Это не завтрашняя нефть, это сегодняшняя нефть уже. Тебе нужна оболочка, которая никак не позволит никому внутри выйти из этой оболочки. Эта оболочка должна не интересовать никому в этой оболочке. И цель этой оболочки гарантировать его работоспособность. И для такой оболочки с первого дня решения использовать ту или иную технологию, как оболочку, ты должен иметь заранее тесты на гарантию, которые показывают тебе гарантию, что эта оболочка, она работоспособна. Такая версия программы, она работоспособна. И тут я добавлю очень интересную вещь. Одно из первых патентов касательно Distributed Ledger технологии 1988 год. Автор Дэвид Шварц. К этому еще добавлю. Для того, чтобы что-то патентировать, нужно несколько лет назад его создать, тестировать, а потом получить патент. Если ты торопишься, ты возьмешь ProVisional Patent неполный, не обеспечивающий ничего тебе. Карантий нет. Ну, как бы бумага первопроходца. Если ты берешь ProVisional Patent, потом Non-ProVisional Patent заявка. Это все открыто видно, видно. А ведь ProVisional Patent не было. Было только Non-ProVisional сразу заявку на патент. Что говорит о том, ProVisional берут те, которые торопятся, что их технология кто-то без тех их это сделает. А когда ты не торопишься, ты работаешь, заканчиваешь аккуратно патент и даешь на заявку. Один из моих друзей и первых инвесторов Даныш Нанарьян. Мы с ним, когда я хотел свой патент взять на разработку одну, но не знал с чего начать, он сказал, что идет в Тбилиси увидеть своего друга. У него есть дела и поскольку он доктор в медицине, и у него он сам уже имеет несколько патентов и работает сам. Никакое агентство не нанимает для того, чтобы патент description в description есть у тебя филды. Вероятности изменений возможностей добавляешь, чтобы патент максимально был, покрывал максимально все касательно твоего изобретения, чтобы не меняли его что-то маленькое вот тут и вот это патентировали. Не имея большого опыта в этом секторе, мне было очень интересно, мы поехали в Тбилиси. помню тогда, когда мы вошли в дом этого человека, я впервые увидел, там я подумал, что это его сын, потому что он был пятьдесят с чем-то лет, шестьдесят, и там где-то двадцать лет, двадцать пять лет человек лежал на диване, я впервые увидел, как у него тут были очки, но только одна сторона, и там был монитор. И мне было очень тихо, я не спросил, потому что где-то два часа с этим человеком разговаривали, потом Палин ушел, в это время уже он через час ушел, и не получилось посмотреть, что это конкретно было. впечатлилось очень, потому что я такое в первый раз увидел. Так вот, почему этого человека вспомнил? Потому что в написании, в создании патента, я у этого человека четко понял, что тебе нужно много времени тратить на понимание технологий, чтобы понимать его масштаб покрытия чего-то. И какие изменения? Кто как может изменить это? Он создавал лекарства. И вот столько из этого химического материала, столько из этого. И эти вот столько, вот столько, очень интересно, потому что возможно очень разное. Немного изменить состав. Эффект будет таким же, но состав будет другим. Вот этот нюанс у него я он мне отлично объяснил, в чем нюанс патента эти филды, зачем ты берешь разные типы филды, добавляешь к своему патенту. Так вот, когда смотришь Distributed Ledger Patent, там вообще несколько патентов, но мы говорим про тот, который Дэвид Шварц в 1986 году подал, получил, не подал заявку, а получил. то есть, возможно, что подал заявку два года, три года назад, потому что, взятие патента, если провяжу патент в течение года, ты можешь взять, но он провяжу полностью патент, в течение двух, трех лет, это вполне нормально. И для того, чтобы поставить инструмент на третьей оболочке, тебе нужно гарантировать его работоспособность и также права на этот инструмент. Поэтому, когда Хедера Хашкрафт показывает свой Distributed Ledger технологию, они что говорят всегда? Что это тоже патентировано. когда у тебя технология, часть которого эксклюзивна, потому что есть патенты, а часть не эксклюзивна, по моей логике, у тебя есть оболочка, с которой все могут работать, но все-таки и все-таки есть такое выражение, и все-таки есть эксклюзивные права на эту технологию, на какие-то части. То есть, ты открываешь рынок, Хедера Хашкрафт, как, например, Nonprofit Foundation, Хашкрафт Фаундэйшн, написано. Но есть и Header LLC. Nonprofit Foundation не имеет цели зарабатывать деньги. Цель максимально распространить. Поэтому Header Хашкрафт, который имеет цель профита, работает над тем, чтобы добавить очень сильных партнеров в Header Хашкрафт Фаундэйшн, как голос в механике консенсуса, последнее в котором добавился Dell. И они это очень сильно, как флажок, что, знаете, сначала, когда компании присоединялись, чтобы стать частью консенсуса, и не знали, что дальше будет. Например, как технология себя оправдает. А сейчас, уже когда присоединяются, они уже, у нас есть уже что показать. Как и вправду мы быстро работаем, и вправду мы употребляем мизерное количество электричества, у нас уже много ничего есть. У нас есть тонны NFT, которые очень легко создать, отправить, гарантированную систему их патентированная система, патентированную а шкаф LC, потому что они на этом будут зарабатывать. То же самое с Ripple получается. Ripple это корпорация, которая приватно, сейчас в приватном секторе есть акции, еще не вышли паблик. Есть XRP Ledger, то есть корпорация, которая имеет профит от использования нейтрального Ledger. Но поскольку количество транспорта этого Ledger под контролем Ripple escrow, сколько выходит, кому раздается, идет обратно. Тебе не надо контролировать Ledger. тут, чтобы правильно понимали, XRP не может контролировать адрес, блокировать токены на адресе самого Ledger. Нет. Но они, например, Ripple, может подать заявку на какой-то exchange, что вот этот человек, если он знает, что это ты, что-то нарушил. или же правительство хочет, чтобы вот этот человек, у этого человека средства блокировались, они могут подать заявку на exchange с этим именем и фамилием, его аккаунт, не важно, там XRP или же PTC, его аккаунт на этом Ledger, на этом exchange заблокировать. А если ты создал аккаунт на Ledger XRP и у тебя напрямую создал, то тогда там они эти средства не могут блокировать. Но как только ты вынешь их, чтобы сконвертировать, например, в какой-то другой токен или же в деньги CDBC, ну, прямо сейчас на fiat, чтобы выйти. CDBC это будет вообще стопроцентный контроль. Ты не сможешь этого сделать на свое имя и фамилии. Так вот, третий инструмент получается с Non-Profit Foundation и контролирующим органом, который не интересен никому, не разработчикам, не интересен тем, кто хочет майнить что-то или же Bitcoin или что-то другое заработать. Но оно интересно тем, кто создает этот рынок с нуля. И он изначально планирует поэтапный не вход, а поэтапное создание рынка. вот вот моя теория. Луковый рынок, можно сказать так. Где первый слой? Как назвать теорию? Я не знаю. Не думал об этом. но по сути первый инструмент для того, чтобы что-то новое и очень легко. Я зарабатываю деньги. И слушайте все. Слушайте все, я зарабатываю деньги. Потому что все, кто занимается майнингом, кричат, что зарабатывали. Занимались. Сейчас никто не кричит. Трудно. И этому есть тоже объяснение, почему это трудно сейчас в этом рынке. и почему изначально был поставлен халвинг. Потому что халвинг тоже в этот план создание рынка отлично входит. Сначала все могут зарабатывать, потом уже только мы. Ну, имею в виду большие корпорации и банковский сектор, которые хотят заниматься созданием биткоина. Поскольку тут можно легко все время давить на... Не давить, а как флажок. это не экологично, это не вла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому останутся этим заниматься те, которые как во время ковида будут носить маски для того, чтобы сфотографироваться потом, что, что за идиотство. А все остальные как идиоты. Все друзья не знаю как назвать если у вас есть идеи касательно этого можете написать думаю было интересно спасибо большое увидимся